Вообще набор, конечно, достаточно забавный. Дело в том, что вот эти вот локомотивчик и вагоны окрашены в цвета советских железных дорог и нанесены соответствующие надписи. Хотя на самом деле прототипами подвижного состава являются немецкие локомотивы и вагоны. И выглядит это довольно забавно. То есть в первом приближении, да, это что-то похожее на отечественное, но на самом деле далеко нет. Вот особенно меня, конечно, позабавил вот этот паровоз двухосный, самый-самый простенький, с трехосным тендером, который на самом деле никогда с этим паровозом и не был, то есть это такой собирательный образ, от другой модели взят и вот все это сделано. Но самое забавное, что здесь вот такая прекрасная надпись ИСО-17, то есть паровоз Сергуарджи Никидзе, 34-56 Калининградской железной дороги. Сначала это вызывало просто смех, но потом, когда мы намели справки, выяснилось, что действительно на Калининградской дороге ходил паровоз именно с таким номером. Ну, конечно, ничего общего вот с этим монстром он не имел. Большинство из вас, в принципе, знают, как выглядит паровоз ИСО, большинство из наших учеников. Ну, еще забавнее, это вот этот двухосный вагон немецкий, пригородный, жесткий, 4-го класса, на который, опять же, нанесена надпись СССР, Московская железная дорога. Ну, ладно бы так, но тут еще и табличка Москва-Хабаровск. Честно говоря, создателям вот этого набора я бы посоветовал вот в таком вагоне, сидячем, жестком, неотапливаемо, проехать от Москвы до Хабаровска, чтобы понять всю прелесть. Ну, вот такая вот шутка со стороны производителей в нашу сторону произведена. С другой стороны, приятно, что они о нас помнят и уже стали выпускать хоть какие-то модели с отечественными надписями. Проводник юных Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы познакомимся с азами железнодорожного моделизма, а именно со стартовым набором железной дороги. Если мы спросим любого человека, который увлекается моделизмом в этом направлении, с чего все начиналось, он, скорее всего, скажет, что это был стартовый набор. Сегодня такой стартовый набор у нас с вами здесь. Мы постараемся его собрать чуть позднее и запустить поезд. Набор этот изготовлен широко известной в нашей стране фирмой Pico. Эта фирма стала поставлять модели в нашу страну, начиная с конца 60-х годов. Сама фирма была образована в 1953 году, но мало кто знает, что название возникло из сокращения Pico – Pioner Constructor. И вот сегодня мы, как вот такие юные пионеры-конструкторы, попробуем все запустить. Давайте разбираться. Но прежде чем мы приступим к сборке, давайте проведем маленький ликбез. Ну что же, стартовый набор – это, наверное, с одной стороны, наиболее примитивная часть железнодорожного моделизма, железнодорожной коллекции. С другой стороны, она наиболее удобная для постижения начальных шагов, которые мы делаем в этом хобби. То есть, с одной стороны, у нас стартовый набор – вещь достаточно примитивная, а с другой стороны, здесь есть все для того, чтобы быстро и разумно и рационально начать наше хобби. Замечательное свойство стартового набора заключается в том, что все элементы, которые в нем находятся, если вы будете приобретать их по отдельности, обойдутся вам дороже, чем вот в этом первоначальном комплекте. Это сделано специально, как теперь говорят, маркетинговая политика, чтобы вы могли попробовать свои силы в моделизме. Если вы потом будете этот набор расширять, докупать к нему чего-то, отдельные элементы и узлы обойдутся вам дороже. После того, как вы приобрели свой первый набор и поняли, что железнодорожный моделизм вам нравится, я не думаю, что вам захочется потом приобретать несколько одинаковых стартовых наборов. Гораздо интереснее будет пополнять свою коллекцию различными отдельными элементами – стрелочными переводами, другими вагонами, другими локомотивами, рельсовыми звеньями и собирать свою индивидуальную схему, а не вот этот вот предлагаемый простой круг, который находится вот в этой коробке в стартовом наборе. Вот я гляжу на этот стартовый набор и наблюдаю некий такой вавилон из подвижного состава. То есть здесь и цистерна, и пассажирский вагон, и вагон-платформа. Вот трудно вынимается. Вот такой. И локомотив с тендером. То есть, по сути дела, как написано на коробке, это грузопассажирский состав. Ну, конечно, в таком варианте, наверное, вы не найдете прототипа, и никогда такого грузопассажирского состава на железных дорогах не видели. Но, с другой стороны, все основные виды вагонов и локомотивов здесь представлены. То есть есть пассажирский, вот есть цистерна для наливных грузов, вот есть платформа, на которую можно любые другие грузы положить. В принципе, поиграв в такой набор, используя его, то вы постепенно можете определиться, что вам нужно, что вам больше нравится. Допустим, кому-то нравятся цистерны, кто-то собирает только пассажирские вагоны, кто-то собирает паровозы, а может, вам электровоз потребуется. Обращу ваше внимание на одну очень интересную надпись. Сейчас на наборах по европейским требованиям пишут 14+. Вообще, мне такой набор подарили в первом классе. И, в принципе, я считаю, что для наших детей вполне с 7-8 лет можно рекомендовать использование вот таких наборов. Но, может, у них там, в заграницах, теперь уже настолько люди несчастные, что могут проглотить мелкие детали в 14 лет. Не могу найти этому объяснение. На мой взгляд, любой ребенок в возрасте лет 7 самостоятельно, ну, при помощи родителей, вполне разберется, что тут к чему. В чем мы с вами и убедимся несколько позже. Приступим к сборке нашего стартового набора. Прежде чем такую сборку начать, вот здесь на коробке есть состав набора, нам нужно убедиться, что все в порядке. Все детали, указанные здесь, на самом деле есть в наборе. Почему так происходит? Набор серийный очень редко, но бывают случаи, когда какой-то важной детали может не хватить. И именно на этом этапе мы с вами можем быстро сходить и поменять этот набор, допустим, по гарантии. Нежели мы сначала его соберем, сломаем там что-то, а потом будем долго бодаться с продавцами. Итак, я открываю набор. Читаю состав. Паровоз с тендером. Вроде как есть. Паровоз есть, тендер есть. Следующий момент. Платформа с коллекционным грузовиком. Ну, я так понимаю, что это вот эта вещь. Вот это наша платформа, и на ней коллекционный грузовик. Так его назвали. Следующий этап. Цистерна. Ну, цистерну мы, наверное, ни с чем не перепутаем. Вот она у нас есть. Пассажирский вагон. Есть такой пункт. Да, вот он. 12 радиусных рельсов. Вот наши рельсы с вами. Их еще достать. Да их отсюда надо суметь. Все очень плотно лежит. Надо аккуратно делать. Вот у меня с первого раза не получается. Вот достал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть рельсов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 рельсов есть? Есть. Два прямых рельса присутствует. В наличии два прямых рельса. Раз, два. Блок питания. Ну, как я понимаю, вот эта вот штучка и есть блок питания. AC-DC адаптер. Пульт управления. Вот пульт управления. Контактный штекер. Ну, вот здесь он уже прикреплен на прямую рельсу. Вот наш штекер для контактов. И здесь также еще вложен небольшой такой каталожик, который посвящен рельсам. Это информативно. Он к набору, к данной поставленной нами сегодня задачи, не относится. Ну что же, первый этап мы с вами прошли. Теперь я уберу в сторону подвижной состав. Мы начнем с рельсов. Звенья радиусные. По шесть штук, как мы помним. Каждые шесть рельсов должны у нас в итоге образовать полкруга. Давайте соединять звенья. На что мы должны обратить наше внимание. Рельсы у нас так называемые профильные. То есть в масштабе они повторяют профиль настоящего рельса. С правой стороны рельс выходит просто рельсом. С левой стороны есть вот такая металлическая клипса. Соответственно, с другой стороны все повторяется кососимметрично. Значит, наша задача, чтобы вот эти лепестки сошлись и рельсы соединились правильно. Если неудобно делать такие операции на весу, можно это сделать на полу. Они у нас с вами сходятся. После этого соединяем прямые рельсы. При определенном навыке такой набор собрать можно достаточно быстро. На что нужно обратить внимание. Не всегда вот эти клипсы соединительные правильно заходят. То есть, возможно, такая ситуация, когда будет у вас перекос. Если такое происходит, нужно просто снова разъединить рельсы и снова соединить правильно. Если мы этого не сделаем, то на стыках у нас подвижной состав колеса будут сходить с рельсов. Чисто визуально, если плохо видно, можно проверить вот так пальцем провести по местам стыков. И убедиться, что нигде один рельс над другим рельсом не выступает у нас с вами. Ну что же, наш набор рельсов собран. Вот у нас есть такой рельсовый овал. После этого мы переходим к пульту управления. Причем последовательность именно такая. Сначала мы подсоединяем пульт управления к рельсам, а потом уже подсоединяем блок питания к пульту управления. Почему не наоборот? Блок питания преобразует у нас 220 вольт электричества, понижает напряжение до 12 вольт. Значит, чтобы избежать каких-то поражений электрическим током, мы сначала все-таки разбираемся вот с этой низковольтной системой. Вот эта часть. Пульта управления от него отходят два провода. И, соответственно, здесь есть вот такие клипсики. Когда мы их нажимаем, они подпружиненные. Туда мы вставляем наш... Ну вот тяжеловато у меня все происходит. Я немножко по-другому поступлю. Чтобы видеть вот эти вот клипсики, я неправильно подсоединял. Вот они у нас. Вот образуется отверстие. Потом я туда провел провода. И после этого пружинки их зажали. Вот так это должно выглядеть. Ну вот, все готово. После этого я беру блок питания. Штекер я подсоединяю блоку к пульту управления. Вот здесь пропускаю провод внутрь. Причем здесь есть три варианта. Могу вот прямо его пропустить. Могу налево, могу направо. Как удобнее это в зависимости от того, где у вас будет этот пульт располагаться. Все, что мне осталось, это включить блок питания в розетку. Теперь, когда круг собран, настало время испытать движение нашего подвижного состава. Для этого мы с вами берем паровоз. Здесь, в отличие от сцепок вагонов, о которых мы говорим позже, здесь просто вот такое коромысло, которое вставляется в специальное отверстие. В таком виде мы устанавливаем локомотив стендером на рельсы. Проверяем. Убеждаемся в том, что все колесики этого локомотива стоят на рельсах. Точно. И после этого пробуем запустить. Поворачиваем. Ручку блока питания. Вот поехал назад наш поезд. Вот поехал вперед. Параллельно в этот момент убеждаемся. Мы пальчиком проверили стыки, но теперь уже локомотив. Еще раз их проверил. Что все рельсы соединены у нас правильно. Можем продолжать ставить подвижной состав. Обратите внимание, что каждый вагон, так же как и локомотив, оснащен специальными сцепными устройствами. Вот с такой петелькой. Для того, чтобы сцепить две единицы подвижного состава друг с другом, нужно просто установить вагон на рельсы. Делать это нужно обязательно на прямом участке. И после этого вот так подтолкнуть их друг к другу, плавно соединить. Вот они у вас сцепились. Продолжаю в том же порядке. Вот иногда у меня вагоны сходят. Вот на прямом участке сцепляются. Ну и наконец последний наш вагончик тоже устанавливаем. В принципе, установить поезд на рельсы несложно. Но сейчас я вам хотел рассказать еще об одной вещи. К сожалению, она вот в этот стартовый набор не входит. Очень трудно иногда, особенно когда зрение не очень хорошее, взять и установить вагон на рельсы. И вот для этого придумана такая интереснейшая схема. Такая вот приспособа, которая называется накатник. Как он действует? Вот мы устанавливаем его на рельсы. Вот так в промежуток сюда. Здесь такая вороночка специальная получается. Просто скатываем вагон. И вот у нас вагон на рельсы встал. Элементарно. И нам не надо мучиться, смотреть колесики. Поэтому, если в вашем стартовом наборе, как у меня, нет такого накатника, я рекомендую вам его приобрести в магазине. Он продается отдельно. Очень полезная вещь. Особенно, когда у вас многоосные локомотивы. И очень трудно выставлять колеса. Ну вот как-то так. Можем двигаться в путь. Мне все нравится. А вам? Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok